Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. В Ульяновске готовится к паводку. Сергей Панчин назначил своего первого зама. Старшие по домам пошли в школу. Многодетным семьям помогут пожарные извещатели. Деньги из федерального бюджета помогут ульяновцам отремонтировать дороги, очистить Волгу, построить дома, культуры в селах. Кабинет министров одобрил изменения в главный финансовый документ. На прошедшем заседании правительства утвердили изменения в главный финансовый документ региона. Благодаря поступлениям из федерального центра доходная часть увеличилась на 7 миллиардов рублей. В целом же в законе о бюджете 2019 года предусмотрено чуть больше 14 миллиардов рублей из федеральной казны. Вот та работа, которая выстроена в рамках национальных проектов, привлечения вот этих дополнительных федеральных средств, дало возможность региону увеличить эти средства в два раза. Таким образом, доходная часть бюджета составит 59,3 миллиарда рублей, а расходная 58,9 миллиардов рублей. Федеральные средства будут распределены под национальным и региональным проектом. Львиная доля – это 1,7 миллиардов рублей – выделен на ремонт в Ленинском мемориале. Еще 20 миллионов будут потрачены на ремонт здания кукольного театра. Мы получаем средства на строительство двух домов культуры. И опять-таки консолидированный бюджет составляет 26 миллионов рублей. В этом году мы завершим стройку новых сельских домов культуры в селе Архангельское Чердаклинского района и в селе Средний Сантимир Новомолоклинского района. 1,47 миллиарда предусмотрено в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме основного ремонта дорожного полотна, в планах устройство уличного освещения, строительство тротуаров, пешеходных дорожек и установка знаков дорожного движения. В целом, в рамках нашей программы, таким образом, количество ремонтных участков по 2017 году составит 45, общей протяженностью 120 километров. Помимо непосредственно ремонтных работ, предусмотрено выполнение целого комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. 890 миллионов предусмотрено на оздоровление главной водной артерии региона – реки Волги. Нам удалось доказать о том, что есть необходимость серьезных капитальных вложений в структуру водоканала, очистных сооружений города Ульяновска. Это, безусловно, очень серьезная методологическая обстановка. Кроме этого, федеральные средства будут направлены на поддержку предпринимателей, благоустройство, ремонт поликлиник и больниц, закупку оборудования для региональных сосудистых центров. По информации Министерства финансов, за счет перераспределения финансовых средств, дополнительные деньги будут направлены на выплату капитала семья, выкуп школы детского садовой шеевки и покупку оборудования в учреждения здравоохранения. В городской администрации назначили нового первого заместителя главы города. Им стал Михаил Сычев. Ранее он работал в правительстве области, возглавлял комитет ЖКХ и экологии в органах местного самоуправления. Михаилу Сычеву предстоит курировать вопросы социального блока. В его обязанности также будут входить вопросы взаимодействия с общественными организациями и национально-культурными автономиями. Также ему предстоит лично курировать вопросы реализации национальных проектов. Основной функционал остается прежний, как был у этой должности, ничего не меняется. А конкретно задачи я смогу уже понеснить в понедельник, чем мы будем заниматься в ближайшие дни и какие задачи предстоит решить. Снег навалил сверх нормы. В Ульяновской области готовятся к активному паводку. Специальный план действий уже подготовили в областном правительстве. В правительстве при участии сотрудников МЧС и Гидрометцентра прошло заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главные вопросы – пожарная безопасность в районных областях и грядущие паводки. Вопросы организационные о подготовке наших территорий к пропуску паводковых вод, а также обеспечению пожарной безопасности. И у нас есть с вами вопросы уже непосредственно конкретные по рассмотрению ситуаций в отдельных муниципальных образованиях. Поэтому просьба всем очень внимательно и оперативно отработать. Зима в этом году выдалась морозная и снежная. На обочинах дорог, в лесах и руслах рек образовались большие сугробы, которые с наступлением тепла начнут таять. Высота снега в большинстве районов области составляет 38-50 сантиметров. По югу и в Заволжье – 53-64 сантиметра. При норме – 20-39 сантиметров. Снегозапасы на 18 февраля превышают норму и составляют в Заволжском, Центральном и Западном районах 132-146% от нормы. Чтобы, говоря профессиональным языком, превышенные снежные запасы не навредили жителям окрестных сел и деревень, для профильных служб уже подготовлен план противопаводковых мероприятий. Сюда входит мониторинг дам и плотин, расчистка водопроводных труб и подмостовых зон. Муниципальным образованием дано четкое указание по приведению привитивных мероприятий – это и расчистка русел рек, это подготовка уже непосредственно тех затороопасных участков к пропуску, это и зачистка будет снежного покрова, это чернение льда, что мы, в принципе, в этом году не сделали. К противопожарным мероприятиям относятся очистка лесов от сухостоя, патрулирование, создание систем противопожарных барьеров. Со второй декады марта в каждом районе области будет организована ежедневная работа по наблюдению за паводковой обстановкой. Особое внимание уделят местным жителям, живущим в зоне особого риска. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, жители региона всегда могут обратиться в МЧС по телефону 112. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды. В Ульяновской области старших по домам научат юридическим и финансовым наукам, чтобы все, кто связал свою жизнь с комплексом ЖКХ, понимали необходимые нюансы. Где проходит обучение и какие вопросы обсуждаются, выясняла Ирина Антонова. На базе ульяновского техникума железнодорожного транспорта началось обучение старших по домам. За парты сели не только председатели Советов многоквартирных домов, но и представители управляющих компаний. Цель курсов – повысить грамотность в жилищно-коммунальной сфере, помочь разобраться в сложных юридических и финансовых вопросах. Дефицит знаний у собственников – это всем известная проблема, что действительно не хватает этой информации. По инициативе Сергея Ивановича Морозова, вот такие курсы у нас регулярно сейчас проходят. Первый курс мы проводили на базе политехнического университета. Сейчас спасибо железнодорожному техникуму, который согласился организовать и проводить подобные курсы обучения. Обучение организовано за счет средств регионального бюджета. Программа рассчитана на 72 часа. Среди педагогического состава – специалисты сферы ЖКХ, юристы, преподаватели техникума. Старшие по домам надеются услышать от них то, ради чего они пришли на курсы. Я хочу поглубже узнать, как устроены инженерные сети в доме по ГВСу, по ХВСу, по теплу, для того, чтобы, в принципе, участвовать в тех или иных каких-то моментах регулировки, чтобы иметь более, наверное, глубокий контроль, точнее, не глубокий контроль, а объективный контроль над деятельностью управляющей компании. То есть, что они там смогли сделать или даже, может, как-то посоветовать, в том числе объяснить людям, почему, допустим, у кого-то холоднее, у кого-то теплее в домах, что нужно для этого делать. Кстати, не так давно в техникуме начали готовить кадры для жилищно-коммунальной отрасли. Кроме Ульяновска, специалистов для жилищно-коммунальной сферы обучают в Инденском и Димитровградском СУЗах. Техникуму традиционно готовят, конечно, специальности для железнодорожной отрасли, но, тем не менее, у нас есть две специальности, которые не касаются железной дороги. Это электроснабжение по отраслям и техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. Вот в рамках второй специальности мы присваиваем рабочую профессию электромеханик по лифтам. Поэтому уже достаточно много лет мы сотрудничаем с организациями, которые обслуживают лифтовое хозяйство. Наши ребята туда устраиваются и востребованы на рынке труда. С нового учебного года Ульяновский техникум железнодорожного транспорта начнет готовить молодых специалистов для сферы ЖКХ еще по двум направлениям. Управление, эксплуатация, обслуживание многоквартирного дома и обслуживание инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. Прием заявлений от абитуриентов, выпускников девятых классов начнется с июня этого года. Предусмотрено 50 бюджетных мест. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Дороги областного центра начали поливать жидким реагентом. Делается это для того, чтобы на дорогах не было гололеда. Реагентом поливают дороги на 10-м проезде инженерном, проспекте Гая, улице Индинской и трассу в поселке Дачный. Продолжается вывоз снега с остановкой пешеходных переходов на улицах Крыльюницкого, Федерации, Роза Люксембург, Ефремова, Пушкарева и Хрустальный. Как связаны пожарные извещатели и многодетные семьи? Ответ знают сотрудники соцзащиты. Обеспечение противопожарной защиты – одна из мер социальной поддержки населения. Ульяновская область снова в отличниках. Успешность демографической политики региона и мер по социальной поддержке населения отмечена президентом Российской Федерации Путиным в ежегодном послании к Федеральному собранию. Этих мер очень много. Одна из них – обеспечение пожарной защитой социально уязвимых групп населения и многодетных семей. Вопрос поддержки многодетных семей – это один из приоритетных вопросов развития региона. Губернатор лично держит этот вопрос на контроле, и все вопросы рассматриваются на демографическом совете, который возглавляет Сергей Иванович лично. Буквально в последние годы усилено было данное направление по ряду моментов. Накануне Александр Смекалин лично проверил выполнение работ по установке газоанализаторов в многодетных семьях. Работы ведутся по всему региону. Первый визит – в Чердаклы к многодетной семье Земсковых. Мне сказали, что у вас установлен. Надеюсь, слава богу, никогда не пригодился. Ну, слава богу, нет, не пригодился пока. Понятно. А вы его сами устанавливали или, соответственно, помогали? Нет, нам установили. Установили? Семья активная. Дети, несмотря на юный возраст, уже занимаются танцами и старательно учатся. Младший Матвей учится разговаривать и активно играет. Улыбки, доброта, любовь и взаимовыручка – все, что нужно для счастья, считают все члены семьи. Тем не менее, поддержку региона ценят. Следующий пункт контроля установки – Ульяновск, улица Пархоменко, 24 семья Стакановых. В этой семье три дочери. Они, словно героини кинофильма «Гайдая», все спортсменки и красавицы. Несмотря на то, что одна из девочек инвалид, грамотами и медалями по легкой атлетике, дзюдо, танцам и гимнастике увешаны все стены. Таким образом определили, то есть обратились к вам, сказали, что есть такая инициатива, вы сказали, что согласны? Согласна. То есть система такая была? То есть сами пришли, сами предложили? То есть не вы обращались? Нет, не вы обращались. Сами будут? Понятно. Обслуживать анализатор будут сами. Это просто. Устройство работает на обычной батарейке. Менять ее можно самостоятельно раз в один-два года. Когда элемент питания садится, устройство подает сигнал. При любом задымлении звучит сирена, которая разбудит спящих собственников, не дав задохнуться и соседей, которые смогут помочь. Голос у анализатора, по словам пожарных, очень громкий. Пожарный извещатель, само по себе это устройство достаточно простое. Если вот, ну, у нас сейчас все объекты, и школы, и детские сады, они оборудованы системой автоматической противопожарной защиты. Это огромное количество извещателей, все они соединены в линии, есть приборы пожарной автоматики, есть системы оповещения, которые оповещают людей. Вот автономные дымовые пожарные извещатели, их плюс в том, что они, по большому счету, не требуют никакого обслуживания. И в то же время достаточно эффективны в своей работе. Автономные дымовые пожарные извещатели установлены в 190 семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Программу планируется расширить. Правительство дало поручение нам разработать соответствующую программу. Мы сделали мониторинг в том году, с МЧС вместе отработали, по установке по одному датчику многодетным семьям, на котором находятся сложные, ну, сложные жизненные ситуации. И, соответственно, по нашим расчетам, мы 593 датчика сейчас постараемся закупить, раздать в муниципалитеты. И муниципалитеты уже будут помогать многодетным семьям устанавливать данные датчики в квартиры. По итогам мониторинга, проведенного в конце 2019 года, выявлено 792 семьи, нуждающихся в установке извещателей. Поэтому работы по установке продолжатся и вскоре охватят все муниципалитеты Ульяновской области. И жить станет еще безопаснее. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. В Ульяновской области дан старт набору волонтеров Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА. Мероприятие пройдет в Ульяновске и Димитровграде с 13 по 17 сентября. Планируется отобрать 300 волонтеров для работы с командами, взаимодействия со СМИ, реализации спортивной, культурной и деловой программ фестиваля, а также организации программы гостеприимства. Заявки на участие оформляются до 29 апреля на официальном сайте фестиваля в разделе «Волонтерам». Завтра в центре Ульяновска пройдет митинг, посвященный Дню защитника Отечества. На площади 30-летия Победы состоится церемония возложения цветов к вечному огню в память о воинах, павших в боях за свободу и независимость Отечества. Будет объявлена минута молчания. В мероприятие также примут участие военнослужащие территориального гарнизона, ветераны вооруженных сил, представители общественных организаций. Приглашаются все желающие. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До новых встреч!